никто не любит покупать недвижимость которая строилась на продажу купить построенное гораздо дешевле чем создавать это с нуля это итальянский мрамор это все индивидуально замерялось отрисовывалось всего в доме 5 спален это у нас большая гардеробная люди любят сейчас большие гардеробные наверно при прочих равных своих выберет дом с бассейном ну вот как видишь лишь прелесть этого кабинета во всей красе что называется коллеги приветствую этого дт ваш личный гайд по недвижимости строительства я алексей аверьянов сегодняшний выпуск будет особенно интересен профессиональным брокером и тем кто задумался о покупке элитной недвижимости дело в том что сталкиваясь с моментом покупки и выбором загородного дома вы так или иначе будете выбирать либо из вариантов которые люди строили для себя или те дома которые специально строили на продажу дело в том что если человек строил дом для себя то скорее всего он в нем уже живет а тех домов которые именно новые в которых никто не проживал строили для себя их единицы но такие дома имеют определенные преимущества ну и возможно недостатки и сегодня мы находимся в поселке в монтевилле где на примере одного из наших эксклюзивных объектов которые мы продаем мы покажем преимущество недостатки того дома которые строили для себя а поможет мне в этом мой коллега дмитрий караев который знаком вам уже по предыдущим выпускам с брокер туром он недавно стал у нас руководителем всего нашего агентства элитной недвижимости дима приветствую тебя вот мы скоро обязательно посмотрим этот дом но прежде всего расскажи что сейчас ищут те немногие покупатели элитной недвижимости которые есть на что они обращают внимание стандартный запрос человека готовый дом под ключ желательно новый дом до в котором никто не жил это классное место это близость воды близость леса конечно какие-то интересные виды дом который строит для себя обращать внимание на это нужен ли именно такой продукт никто не любит покупать дома покупать недвижимость которая строилась на продажу почему в чем такой страну существует мнение что когда продукт создавался на продажу это всегда определенный плод компромиссов да ты вынужден поместиться в определенную экономическую модель где-то сэкономить а вот когда дом строится для себя подход совершенно другой ну и конечно же таких объектов на рынке на самом деле очень мало то есть объект действительно уникальные и в этом есть особенное удовольствие работы с ним что же пойдем поближе с ним познакомимся я тебя еще по пути продам тебе ряд вопросов давай дима расскажи вообще как ты познакомился с этим собственником насколько тебе удалось понять глубоко его мотивы вообще его подход пристройки собственником мы знакомые заочно наверно более 10 лет собственник на покупал объекты гринфилде в миллениум парке такой скажем ренессанс что ли отношении собственником у нас произошел в момент когда мы продали один из объектов недвижимости его сработали как мне кажется профессионально собственник это оценил и доверил мне и нашей компании работу с этим продуктом как тебе удалось понять его подход при строительстве этого дома что тебе дает понимание того что действительно качественный продукт ну смотри мы можем вот посмотреть пор и увидеть да что мы стоим с тобой на гранитной брусчатки не на цементно-песчаной мы видим что на участке выполнено террасирование видим красивые вот эти вот изогнутые гранитные бордюры да они что-то более простое для того чтобы создать этот ландшафт было снято примерно полметра земли завезем плодородный грунт высажены крупные растения которые уже можно сказать многолетние да ты как профессиональный девелопером и мы так в ландшафт не вкладывая ты понимаешь сколько это стоит точно сейчас этот дом же продается насколько я понимаю ниже себестоимости да мы сейчас цену озвучивать не будем и озвучим в конце какие ощущения у собственника потому что он сейчас не вернет даже свои деньги вложить ну ты знаешь собственнику состоявшийся зрелый человек у него есть позиция того что дом должен жить по нему должны бегать дети он с удовольствием отдаст в хорошие руки этот дом но при этом он понимает да что рынок сейчас таков что купить построена гораздо дешевле чем создавать это с нуля это первый момент и второй момент любой человек и наш собственник в том числе понимает прекрасно что если вещь создавалась для себя если это не плод компромиссов то продать с прибылью она практически невозможно дима все-таки какой мотив был выставить этот дом на продажу если он как бы строил для себя нередко бывают ситуации когда человек начиная создавать проекта видит себе одну картинку мира этот проект который создавался четыре года это достаточно значительное время когда представление могут меняться дети растут получилось так что для семьи это более дачный формат а при этом находиться здесь какое-то длительное время фактически невозможно потому что лето там италия франция лазурный берег а для дачи это просто ну экономически нецелесообразно уже пойдем тогда вовнутрь посмотрим как бы те самые подходы которые отличают этот дом от каких-то там стандартных домов построен да конечно инвестиционный проект друзья недавно исполнился год моему видеоблогу поэтому мораторий на прямую рекламу снят сейчас это рекламная вставка о нашей услуге управления продажей вторичной элитной недвижимости что это такое мы реально упаковываем дома и делаем особую программу по маркетингу продвижению среди большинства агентств это партнерские продажи и соответственно прямая реклама мы берем только самые ликвидные самые интересные дома по которым мы действительно делаем целый комплекс мероприятий и доводим до результата на текущий момент у нас 35 эксклюзивных договоров подписано но до конца года мы хотим довести эту цифру до 100 это реально стратегия работы нашей компании поэтому если у вас есть интересный объект недвижимости который давно не продается или вы наоборот только что вышли на рынок обращайтесь лично ко мне я сам приеду посмотрю оценю выделю самого лучшего брокера и мы самым эффективным образом продадим вашу недвижимость вот так вот это блин это пипят я не понимаю как смотри вот это вот с этим даже просто это вставляется в эту это в это блин офиге ну вот лично по моему опыту когда дом строится для себя в нем есть очень много скрытых деталей которые вот не видны при продаже но они реально влияют на потом комфортное проживание в будущем в этом даже давай вот мы сейчас пройдемся по основным деталям которые здесь есть который может быть ну не сразу так очевидно но вот обрати внимание ты как человек который построил уже не один дом я думаю что оценишь да посмотри вот сложные формы лестницы каждая ступень индивидуальна и она находится в гармонии с мраморным ковром холла и гостиной это итальянский мрамор фирмы марграф это все индивидуально замерялась отрисовывалась стыковалась все это заняло порядка шести месяцев и обрати внимание просто на качество да то есть я вода тут прям ты попробуешь эту стыковка и обучения вот этот рисунок аналит далее мы попадаем в гостиную она двусветная дата здесь пространство второго этажа полностью захватывается камин камин также отделом натуральным камнем ну и собственно говоря виды которые из этой гостиной основная особенность этого дома ты же это что такое это очень нужная но не очень распространенная вещь это встроенный пылесос я знаю что многие относятся к нему скептически тоже я тоже раньше относился скептически но я сам аллергик и мне объяснили что встроенный пылесосов как раз история для аллергиков с уже есть шланг это можем давай попросим не знаю может быть к этому надо как-то привыкнуть да у меня все время смущал вот этот как раз размер план туда разные шланги но я кстати вполне допускаю что они есть разной длины эти шланги да прикольно видишь какие мы молодцы сами напылились по пылесосе а вообще вот это что за помещение это зона гостиной с теле а вот здесь как раз у нас третья составляющая гостиной это очень классная терраса которая легко превращается из закрытой в открытую давай вот попробуем с тобой мы здесь это не отапливаемое помещение надо этом сейчас это не отапливаемое помещение но здесь спокойно ставятся инфракрасные отопители и соответственно там до минус 5 до минус 10 здесь спокойно можно комфортно находиться дорогу впечатляющее пространство рабочие до через гостиную мы попали на кухню как видишь пространство более чем просторная вот обрати внимание например две рабочих зоны дрожала номер один зона номер два везде во всех раковинах установлены измельчители мусора тоже очень удобно вся техника милия нужно и же жилобы которые делают только то что видимо это милия дальше туда вставляют здесь вся встроенная техника также милии обрати внимание что например сделаны две посудомоечные машины очень удобно и это очень практично большой семейный холодильник это то что многие недооценивают не имея опыта проживания за городом обрати внимание на двойной холодильник и морозильник даже столовая да уже поставили стол самое интересное вот эти встроенные шкафы явно вещь который на заказ дела вообще все шкафы вся столярка это все заказное я первый раз такое вижу то есть это получается подсветка такая ночная да это у нас большая гардеробная люди любят сейчас большие гардеробные обязательно с островом и с большим окном ну и удобные шкафы функциональные и для хранения одежды для хранения обуви и она как раз логистически очень классно расположена то есть с одной стороны рядом с обходом и с другой стороны это проход через гараж то есть даже приехала здесь раздел свечей пошел спокойно это наверное любимое пространство для детей да поскольку блок мы никогда в бассейне не снимали здесь есть очень хорошая возможность это сделать очень комфортно и как раз все рассмотреть изнутри тоже я проводил в фейсбуке опрос среди профессионалов рынка недвижимости насколько бассейн повышает ликвидность загородного элитного дома 70 процентов ответили что да повышает ты насколько это чувствуешь вот среди клиентов и заявок насколько востребованы дома с бассейн ликвидность наверно повышает вопрос готовы ли люди за это платить наверно при прочих равных человек выберет дом с бассейном другое дело что бассейн должен соответствовать определенным параметрам но здесь в принципе достаточно для того чтобы чуть поплавать вы вообще очень классный противоток здесь можно абсолютно спортивно тренироваться сауна тоже прикольная с прозрачным стеклом но и обрати внимание что все абсолютно новое даже аксессуары уже купили что живо прикольная это вместо камушков какие-то какие-то другие джимушки да какие-то прям такие это современные камушки понимаешь они должны быть обязательно плоские ну обычно как бы когда делать бассейн уже делать и сауну и хаман только знаешь я чаще встречал все-таки сауну нежели хаман да здесь как раз есть и то и другое это все-таки немножко разные вещи и вот собственно в данном случае реализовано можно сказать на любой вкус не свое время один из клиентов объяснял преимущество собственного хамана почему вообще его нужно делать это по сравнению с сауной более такая интимная называется процедуру в общественном хамане ну у многих есть чувство брезгливости на при этом они очень любят именно вот ощущение температуры а именно влажности воздуха вот поэтому они как раз и делают для себя собственный хаман но и обрати внимание что здесь не просто хаман есть и музыкальное сопровождение колонки лишь мы попали в один из двух гаражей а вот сразу то та самая инженерия целых три шкафа и собственно здесь собрана вся слабо . видеонаблюдение интернет сигнализации и так далее так далее и обрати внимание вот камера во всех именно общих зонах дома естественно в приватных зонах его нет но все общественные зоны они все просто опять же вольны как инвестиционные дома строим и закладываем только кабели под эти камеры вот здесь уже все стоит все рабочие и это я так понимаю котельная да давай зайдем в котельную ну вообще котельная как бы то почему смотрят и оценивают как сделано все инженерии да мне целый выпуск отдельный про инженерию доме или миллиниум парке сушеного в принципе у нас там неплохо сделано здесь конечно ну обрати внимание стоят два шведских котла соответственно есть определенное дублирование да ну и вообще вот эстетика исполнения я думаю в определенной степени показывает подход лишь мы попали с тобой главную спальню всего в доме пять спален значит еще состоит у нас главная спальня значит непосредственно само пространство спальни здесь порядка 25 метров да это гардеробная вот такая гардеробная вот эти вообще мало кто заморачивается и живут ну шкафы открытые да и ты вот и уже не тебя пользуешься вы так спокойно закрыл и у тебя все закрыто за прилично здесь также находится система хранения вот а далее мы попадаем в отдельный санузел не но это принципе сейчас достаточно стандартная история гардеробной да и санузел отдельно просто вопрос как все выполнено да вопрос как все это реализовано и как видишь санузел достаточно просторно тут есть разные зоны везде это натуральный камень итальянский мрамор называется ручная обожала такой душ когда вот никаких порожков ничего не вот и зашел и спокойно моешься да и еще самое главное огромное окно как то вообще к окнам относится санузла я считаю что чем больше окон тем лучше алёш но вот ты сказал о том что наличие гардеробной отдельного санузла сейчас де-факто является стандартам но я думаю что вот подобное патио с выходом из мастер-спальни я думаю что это все таки скорее более редкая совершенно сейчас очень скептически у нас там связи с нашим климатом относятся таким балконам но главное же чтобы было куда смотреть да да здесь в этом вопрос да здесь это абсолютно оправданно правильно я понимаю что вообще ты же работал виладжио вот эти участки которые примыкали к каким-то зонам они покупались одними из первых вообще подобные участки которые имели какую-то особенность будь то соседство с лесом соседство с прогулочной зоной таких участков было не более там пяти процентов всего объема они были в среднем там раза в полтора дороже чем стандартные участки и конечно это участки уникальные а сейчас есть продажи оставшиеся участки ты знаешь вот сопоставимых участков продажи нет необычный кабинет на третьем этаже стандартное решение учитывая что дом строился для себя у собственника была такая позиция что ему нужен кабинет не для приемов нужен кроме этого для работы кабинет достаточно большой просторный он с камином и достаточно симпатичным видом на поселок в доме получается три камина да то есть один внизу едва кабинетах да ухты ничего себе такую можно эту сейфовую комнату сделал это вот наверное специфика как раз этого дома который для себя потому что это второй кабинет насколько я понимаю у обоих супругов активная позиция и каждому нужно свое пространство не работает но вот это кабинет жены также он с камином да как и в кабинете мужа чтобы не подраться до каждого было по камина чем примечательным этот кабинет вот этим уникальным видом да тут очень хорошие для творческих профессий можно сильно подтверждать до создавали кабинета получился view point ну вот как видишь лишь прелесть этого кабинета во всей красе что называется да как и собственно прелесть со мной локация да диму мы внутри уже посмотрели по деталям давайте пройдемся по деталям именно снаружи вот какой был подход например при строительстве самого дома начнем с того что было два технадзора строительства был технадзор от застройщика и был дополнительный технадзор от самого собственника самого заказчика некий двойной контроль который позволил избежать всевозможных накладок процессе строительства при этом конечно же это сказывается на себестоимости строительства и случае коммерческой истории конечно вопрос будет ли двойной технадзор ты же ну кстати вот по-моему очень классно видно разницу да вот между подходом когда строят для себя да и вот когда строят там аля на продаже да она прям границу четко проходит я думаю что люди которые хотя бы раз занимались существенной стройкой они понимают разницу в стоимости этих материалов но это там в разы да да суши и вот посмотри насколько все 10 действительно вот подогнано прям по уровню сделано подрезана то есть это ну а это как раз те детали даже даже требует очень серьезного времени взял и прям уголочком да все обошли это очень редко встречается конечно игру что при потоковом строительстве ты заморачиваться не будешь когда ты создаешь продукт для себя в этот подход он видел но и обрати внимание что вот пространство перед домом она на самом деле очень классно организовано есть такой красивый парадный подъезд очень удобно функционально то есть можно заехать и по кругу и опять же дом отодвинули от соседей да он максимально далеко потому что с той стороны соседей нет на река и вообще расположение дома на самом деле максимально приватное что же пойдем дальше да я думаю что вот это явно эти пледи это элитная теплица мне кажется что там стоимость строительства квадратного метра вот этой вот посевной площади она просто максимально вот при этом ну реально чувствуется что человек как бы сам увлечен этим да и вот даже вот этот вот заход такой не наклоняться а можно было тут прополоть да это такие органик фуд что называют да совершенно верно любовь и понимание детали ешь обрати внимание что есть вот такая классная беседка с барбекю на участке еще один пример глава детального и основательного подхода очень классная печь из человек явно понимал чего он хочет но и обрати внимание что также беседка настроена капитально да вот это вот натуральный камень на руку лиственница сверху лиственница снаружи кирпич ручной формовки ну и конечно здесь прохладно приватно тихо красивые виды делаешь плов или жаришь шашлык здесь у тебя стоит большой стол компания люди отдыхают в общем на самом деле очень классная история вот это насколько я понимаю коптильня те кто вообще в домах ставят коптильню да да опять же вот все вот эти стыки на все в единую линию все ровненько я так понимаю что облицовочный кирпич ручной формовки да совершенно верно это натуральный камень это опять же натуральный камень гранит но и обрати внимание на такие детали как выполнены сливы да да видишь они выведены внутреннюю ливневую канализацию вообще мы сейчас находимся на площадке где подразумевается такой приватный отдых и нас вообще никто не видит там все засажены деревьями соседи не видно потому что мы вот этими флангами закрылись ну давай вот рассмотрим все-таки инвестиционные проекты которые строятся под ключ на продажу versus соответственно дом который строили для себя сейчас мне кажется многие покупатели все таки немножко недооценивают инвестиционные объекты потому что мы как участники точечного девелопмента в элитных поселках понимаем что конкуренция большая и здесь ну действительно нужно в продукт вкладывать и душу и как бы и не экономить там на материалах но понятно что когда ты строишь как инвестиционный объект и строишь его на весь рынок условно да под какие-то стандартизированные требования когда ты строишь дом для себя вот и строишь его под свою там специфику ключевая разница между коммерческим и некоммерческим проектом это качество материалов сроки производства работ и отличие в каком-то персонализированном функционале да то есть создавая проект на продажу ты стараешься учесть пожелания большинства потенциальных покупателей да а когда ты создаешь проект для себя ты реализуешь прежде всего свои пожелания они являются ли это обременением я знаю очень много домов которые строили для себя да не только научились слишком просто слишком персонально у кого-то там подземный бункер который может спрятаться от ядерной войны у кого-то там какие-то оружейные комнаты здесь больше индивидуальности и вот вопрос в том насколько эта индивидуальность добро или зло да ну мне кажется здесь это как раз добро потому что все сделано ну в принципе в рамках неких стандартных вкусов и прямо вот этой сверх до анализации нет каких-то вычурных элементов я здесь не вижу из особенностей я бы выделил наличие двух кабинетов да на третьем это третьем этаже потому что классически считается что кабинет должен быть на первом этаже но вот собственнику было удобно то опять же он трансформируется вместе туда туда и ну давай теперь самое интересное долгожданное все-таки какая сейчас цена экспозиции этого дома сколько можно приобрести смотри если мы говорим о текущей цене по которой он выставлен на это четыре с половиной миллиона долларов себестоимость этого дома больше шести с половиной миллионов покупка более чем выгодно больше чем на 2 миллиона попадет да человек я бы сказал по-другому на 2 миллиона выгоды получит человек который купит этот дом при этом минимум миллион долларов из этой выгоды это вид который прилагается друзья да цена может быть как бы изменится вся подробная информация у нас на сайте обязательно мы оставим ссылочку в описании или вот где вот здесь да дадим и вот и если вдруг так окажется что это видео вы смотрите а этот дом уже оказался проданным обязательно обращайтесь ко мне или к диме у нас самая большая база объектов элитной недвижимости подмосковья и мы для вас обязательно подберем дом похожий ну прям прям такого же вряд ли но как бы похоже обязательно когда потому что дом действительно уникален но если есть желание мы профессионалы всегда к вашим рукам но если вы продаете тоже обращайтесь к нам это был видеоблог в дт владейте двигатель творите пока пока а а а и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»